Жабинка Небольшой, но амбициозный населенный пункт. Город со статусом спутник Бреста. Место, где для жителей и бизнесменов открываются новые перспективы. Вектор развития города спутника – повышение качества жизни людей за счет улучшения инфраструктуры. Здесь рекордными темпами увеличивают объемы жилищного строительства. Прямое тому доказательство – обновленный генеральный план города. Генеральный план предусматривает застройку новых территорий, которые ранее были пустующими. В том числе территория в районе деревни Щеглик, которая ранее предусматривалась под индивидуальную жилую застройку. В новом генеральном плане мы предусматриваем там уже многоквартирную жилую застройку. Так как территории в городе уже для многоквартирной застройки ограничены, мы уже выходим за пределы центральной части города. Кроме того, в целях строительства в городе и предоставления гражданам участков для индивидуального жилищного строительства, в городе предусмотрены новые территории, которые также ранее пустовали. В ближайшие годы все граждане, которые состоят на учете нуждающихся на площадке земельных участков, будут обеспечены. От Жабинки до Бреста всего 20 километров. И если раньше местная молодежь переезжала в областной центр, то сейчас наметилась обратная тенденция. Жабинка, спутник города Бреста, тут хорошо. И тихо, и спокойно, и все есть. И в Брест мы ездим, ну, как близко вообще. И добираться есть на чем. Таспорт хорошо ходит. Брестских много, смотрим, тоже общаемся с ними и знаем, что многие тут устроились, открыли сами какие-то даже ИП. Ездят в Брест, ну, у нас как бы и наши родственники все ездят, часто в Брест работают, поэтому тут проблем нету в этом. Сегодня в городе проживает почти 15 тысяч жителей. В сторону зеленого, уютного и компактного города все чаще поглядывают брещане. Хоть город и маленький, но условия не хуже, чем в мегаполисе. Ежегодно в Жабинковском районе вводится 20 тысяч квадратных метров жилья. Во всех новых домах часть квартир предусматривается для брещан. Способствует этому принятие указа номер 375 о мерах по оказанию государственной поддержки. Документ позволяет использовать годные кредиты или субсидии очередикам из Бреста. Сегодня мы предлагаем практически без очереди построить квартиру под 5% на 20 лет. Только в прошлом году 80 квартир было предоставлено жителям города Бреста. В текущем году планируется еще более 20 квартир. Не забываем мы и о аренных квартирах. За прошлые два года построено 29 аренных квартир. В текущем году планируется еще строительство 39 аренных квартир. Под новый многоэтажный квартал осваивают площадку в границах улиц Мира, Центральной, Сдитовской и Франциско-Скарины. Сейчас там идет прокладка инженерно-транспортных сетей. По проекту в квартале будет 3 9-этажных дома и 2 7-этажных. Намечено и уплотнение существующей застройки в Центральном микрорайоне. Уже построено 8 из 9 этажей в 70-квартирном кирпичном доме. Его сдача ожидается в июне. Параллельно разрабатывается проект строительства панельного дома на 42 квартиры, ввод которого намечено декабрь. Такое интенсивное строительство нового жилья влечет за собой и развитие сопутствующей инфраструктуры. Два года назад в квартале многоквартирной застройки Жабинки по улице Сдитовская, 17, открылся новый детский сад. Для развития малышей здесь создали все условия. Помещение для групп, прачечную, пищеблок, компьютерно-развлекательный, музыкальный, спортивный классы. Есть даже смотровой лифт и бассейн с панорамной прозрачной крышей. Детский сад очень яркий, красочный, оборудован малыми архитектурными формами, и поэтому мы хотим это продолжить, насветить вот эту яркость, чтобы он манил красками яркими. И мы продолжаем это в нашем детском саду. Расписывать стены. Вот уже первый наш опыт. Мы расписали возле музыкального зала такую тематическую картину. Детям очень нравится, они все щупают, трогают, и поэтому вызывают ряд положительных эмоций, и мы будем продолжать в таком направлении. Детсад рассчитан на 240 мест. Сформировано 13 групп, в том числе специальные для детей с тяжелыми нарушениями речи и интегрированные для детей с особенностями психофизического развития. К нам в детский сад попали те дети, которые проживают в микрорайоне нашего детского сада. У нас новый микрорайон. Вокруг нашего детского сада заложено строительство домов, уже открылись многие, и поэтому детки, которые проживают рядом с нашим детским садом, посещают наш детский сад, что это очень хорошо в шаговой доступности. Развитая социальная инфраструктура автоматически повышает ликвидность жилья. Преимущества жизни в новом квартале уже успели оценить новоселы. Живем мы с марта месяца прошлого года, то есть год уже. Двое деток у нас, вот старший ходит в близлежащий сад сразу же, во дворе, очень удобно, очень рады. Так думаем, и младший пойдет туда. Все рядышком, есть школы, магазины все есть, поликлиника. Все развивается, мы этому очень рады вообще. Двор замечательный, все для детей, молодые семьи живут. Свой окончательный облик микрорайон еще не принял. Финальным аккордом станет открытие торгового центра на пересечении улиц Кобринской и Мира. Новый объект площадью 2500 квадратных метров предложит посетителям не только широкий спектр товаров, но и станет местом для отдыха. На его территории обустроят фонтан, игровую зону для детей, оборудуют парковку. Что такое электробыт, не понаслышке известно жильцам дома по улице Титова, 12. Отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи, все работает исключительно на электрической энергии. В жилом доме используется поквартирное электрическое отопление с помощью электроконвекторов. Для разделения затрат на коммунальные платежи электроотопление запитано на отдельный счетчик, оплата по которому идет по субсидированному тарифу, который гораздо ниже, чем тариф для обычного электропотребления. Электродом появился в Жабинке неспроста. Интегрировать постройку в существующие сети уже сложившегося квартала было крайне сложно. Плюс на руку сыграла реконструкция электроподстанции Жабинка. Гораздо дешевле стоимость самого дома в плане подводимых коммуникаций. Если делать дом с отоплением от центральной системы теплоснабжения, значит надо ввести трубы, которые будут подавать горячую воду от котельной, горячую воду на отопление, либо газ на цели пищеприготовления. В данном случае просто прокладывается кабель от подстанции и за счет электроэнергии полностью дом обеспечен всеми благами. Меньшее количество коммуникаций при тех же хороших условиях жизни. В последнее время желающих перевести свои дома на электрическое отопление и водонагревание в Жабинковском районе становится все больше. Осуществить желание жителей позволила все та же модернизация подстанции. Заменили оборудование, установили два новых силовых трансформатора. Город, спутник наш, растет, развивается. Растет как численность населения, так развиваются наши промышленные предприятия. И мощности старой подстанции, которая была построена в 60-х годах, уже не хватало. Мощность подстанции по сравнению с реконструированной предыдущей подстанцией была увеличена более чем в два раза. От старой подстанции здесь фактически осталась только земля. В Жабинке под пристальное внимание буквально все сферы жизни, здравоохранение на особым счету. Около 25,5 тысяч местных жителей обслуживает Жабинковская центральная районная больница. Работает стационар на 166 коек. Есть лаборатория, терапевтическое, хирургическое, диагностическое, детское отделение. Есть таких важных проектов, которые произошли в нашем здравоохранении. Это открытие отделения для психосоматических пациентов межрайонного отделения. В этом отделении проходит лечение пациенты со всей области и с города Бреста. Там открыто 25 коек. Созданы все условия для функционирования такого отделения. Укомплектован штат отделениями, подготовлены врачи-психиатры, средний медицинский персонал. В общем, созданы хорошие условия для пребывания пациентов. В прошлом году реконструкция коснулась реанимационного отделения. Сегодня оно размещается не на третьем, а на первом этаже. Расширили площадь отделения интенсивной терапии. Организовали изолятор для инфекционных больных. Закупили новое оборудование. Аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, инфузоматы, дефибрилляторы. Реанимационное отделение Жабенковско-центральные районы и больницы соответствует всем стандартам. Кроме того, что здесь получают помощь жители Жабенковского района, сюда также направляются жители Бреста. Потому что когда в Брестских учреждениях идет переполнение реанимационных отделений, то часть пациентов передасуется в наш район, где им оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Выполнили и другие важные работы. Модернизировали кислородную станцию, в результате чего поток кислорода в главный корпус увеличился с 500 до 1000 литров в минуту. Изменился и сам внешний вид больницы. Отремонтировали фасад, заасфальтировали подъездные пути, облагородили прилегающую территорию. Мало строить новые и реконструировать уже существующие объекты. В долежащем состоянии должны поддерживаться и территории города. Для развития ландшафтно-рекоридационной зоны города-спутника были выполнены работы по реконструкции мемориальной части парка городского. На перспективу планируется провести работы по реконструкции центральной и так называемой духовной части городского парка. Построенные и введены в эксплуатацию очистные сооружения реконструирован городской водозабод. Большое внимание уделяется совершенствованию транспортной инфраструктуры. На протяжении трех последних лет дорожники реконструировали два моста через реку Жабенко по улицам Мира и Ленина. Мост по улице Колхозной заменили на водопропускную трубу. Проводятся работы по асфальтированию улиц города-спутника. В 2023 году было асфальтировано пять улиц. Это улица Наганово, Лесопарково, Каменецкое, Калинино, Полевая. Общей протяженностью свыше двух километров. В 2024 году запланировано асфальтировать четыре улицы города-спутника общей протяженностью свыше двух с половиной километров. За качество дорог за пределами города отвечают специалисты дорожно-ремонтно-строительного управления. На учете организации триста шестнадцать километров транспортных артерий. В первую очередь проводится ремонт и асфальтирование дорог с напряженным автотрафиком. За 2023 год выполнено порядка десяти километров ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог. На этот год мы планируем на 2024 порядка семнадцати километров автомобильных дорог. Вот, к примеру, мы сегодня находимся на одном из объектов этого года, который соединяет поселок Ленинский с населенным пунктом Бусни, этого же сельсовета Ленинского. Ну, здесь порядка два километра. Жабенка стремительно растет и преображается. С каждым годом становится все перспективнее и комфортнее для проживания. Город полностью оправдывает звание «Спутник Бреста» – спутник столицы первого региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова